Дорогие земляки, война разделила нашу жизнь на до и после. Но есть вечные и незыблемые ценности, предмет нашей гордости. Это наша история, наше культурное наследие. Мы живем в городе с уникальной архитектурой, которая досталась нам еще от основателей Одессы. И наш долг – передать это богатство своим детям в целости и сохранности. Мы видели, что российские оккупанты сделали с Харьковом, с Мариуполем. Мы видим, во что они превращают украинские города. И пока наши военные защищают наши жизни, мы должны позаботиться о своем наследии. Исторический центр Одессы находится в предварительном списке ЮНЕСКО. За последние годы мы провели огромную работу, чтобы достичь своей цели – включение нашего исторического центра в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО. Это позволит нам получить охранные гарантии от одной из наиболее авторитетных международных организаций в мире. Это целиком заслужено, ведь в границах этой территории находится 196 памятников культурного наследия. Из них 30 – национального значения. Для скорейшего рассмотрения в соответствии с украинским и международным законодательством в условиях военного времени я обращаюсь в Министерство культуры и информационной политики Украины, в Министерство иностранных дел Украины с просьбой максимально ускорить процедуру формирования заявки в ЮНЕСКО. Да, мы как могли постарались защитить наши памятники, но нам нужны весомые гарантии и уверенность в том, что знаменитая одесская архитектура не будет стерта с лица земли. Ни один одессит не сможет даже допустить такую мысль. Я надеюсь, что уже в ближайшее время мы сможем решить этот вопрос. Пока же будем делать все для того, чтобы никакие гарантии не понадобились. А наши памятники и знаменитые здания продолжили украшать Одессу. Субтитры создавал DimaTorzok